Еврокомиссия переходит к санкциям в борьбе против вредных выбросов в атмосферу. В Брюсселе после встречи министров окружающей среды стран Евросоюза девятерым из них пригрозили судом из-за грязного воздуха. Подробнее расскажет моя коллега Жанат Эрнст. Последнее европейское предупреждение сделано Еврокомиссией девяти странам Евросоюза из-за высокого уровня загрязнения воздуха в них. По словам Еврокомиссара по окружающей среде Кармену Велла, Еврокомиссия даже намерена подать в суд на Германию, Францию, Испанию, Италию, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию, а также Великобританию, которая пока еще остается в составе Европейского Союза, если эти страны в самое ближайшее время не изменят ситуацию в лучшую сторону. Крайние сроки для удовлетворения правовых обязательств уже давно прошли. Некоторые говорят, что ждали слишком долго. Но мы не можем больше откладывать. Главная задача Еврокомиссии – это защита наших граждан. Когда я говорю граждане, я имею в виду людей, которые уже страдают, и тех, кто подвергаются риску. Детей, у которых астма, и их родители, имеющих обструктивную болезнь легких. В суде уже находятся дела о несоблюдении экологических норм против Польши и Болгарии. И хотя Бельгия пока еще не входит в этот список стран-штрафников, в Брюсселе уровень загрязнения воздуха, по информации общественной организации по экологической защите, превышает допустимые нормы в два раза. По словам специалистов, это происходит из-за сохраняющегося пока большого количества дизельных авто на улицах города. К сожалению, в Европейском Союзе ежегодно преждевременно умирают из-за высокого уровня загрязнения воздуха около 400 тысяч граждан ЕС.